Ограничение поставок продуктов из Европы в Россию и как это влияет на отечественный рынок обсуждали депутаты законодательного собрания. Как уверяют чиновники, ведение так называемого эмбаргани коим образом не является причиной роста цен на продукты в Забайкале. По словам министра экономического развития края Сергея Новиченко, продукты дорожают потому, что цену увеличивают производители и поставщики, которые в свою очередь ссылаются на повышение курса доллара. В то же время по имеющимся распоряжению РСТ и Забайкальского края данным, одной из причин роста цен на рыбные продукты является плохой улов на Дальнем Востоке. Данные получены в результате мониторинга новостных сайтов Дальнего Востока. По состоянию на 9 октября 2014 года, по сравнению с 18 августа 2014 года, наибольший рост зафиксирован на следующие товары. Огурцы свежие 28,4, яблоки 25, куры охлажденные мороженые 15,3. Депутаты поинтересовались, смогут ли использовать забайкальские фермеры шанс и занять на прилавках место иностранной продукции. Ответ очевиден. Пока забайкальский сельхозпроизводитель еще слишком слаб. Как нам ранее заявлял заместитель минсельхоза Владимир Лоскутников, везде есть свои недочеты. К примеру, в мясной промышленности. Хромает реализация и слишком низкая закупочная цена. Производство продукции, которую мы производим, оно еще недостаточно для 100% удовлетворения потребления той продукции, которая сегодня есть. Если мы, более-менее у нас нормально идет по зерну, по муке, по мясу, есть проблемы по молоку, есть еще на сегодняшний момент проблемы по овощам. Заместитель Министерства сельского хозяйства края Анна Голышева уверена, что без хорошей господдержки заместить импортную продукцию не получится. Объем расходов на сельское хозяйство, заложенных в проект бюджета на 2015 год, не только не превышает уровень 2014, но еще сокращенно 96 миллионов рублей. Поэтому на заседание краевым парламентом было принято решение рекомендовать правительству региона по максимуму профинансировать агропромышленный сектор в 2015 году.